Друзья, всем привет! На связи я, Дмитрий, и на своем канале я продолжаю обсуждать вопросы миграционного законодательства. В сегодняшнем ролике мы обсудим новый указ Владимира Путина, который был подписан, опубликован и вступил в силу вчера, 18 декабря 2023 года. Данный указ посвящен вопросам принятия в гражданство граждан Республики Беларусь, Молдовы и Казахстана. Обо всем этом в сегодняшнем ролике. Но перед тем, как начать, каждого из вас я призываю оформить подписку на мой канал. Также не забывайте по ссылке в описании оформлять подписку на мой телеграм-канал. Там публикуются самые свежие и оперативные информации из мира миграции. Именно там вы сможете ознакомиться с полным текстом данного указа, прочитать его и решить, полезен ли он вам, либо нет. Все необходимые ссылки в описании. Итак, именно вчера, 18 декабря 2023 года, указом 962, Владимир Путин упростил прием в гражданство для граждан Казахстана, Молдовы и Республики Беларусь. Граждане Украины в этот указ не попали, поэтому ожидаем, что для них будет отдельный указ. Итак, в общем и целом можем сказать, что данный указ упростил порядок приема гражданства соответствующих лиц и привел его в соответствие с прошлым законом о гражданстве. Напоминаю, что прошлый закон о гражданстве предполагал для граждан Молдовы, Казахстана и Беларуси беспрепятственную подачу документов на гражданство. Теперь этот указ фактически предполагает то же самое. Для граждан Республики Беларусь исключается требование подтверждения знания русского языка, то есть экзамен сдавать не нужно будет. Для граждан Казахстана и Молдовы по-прежнему нужен будет сертификат. По поводу документов, которые понадобятся для приемов гражданства, в целом перечень не изменился в сравнении с прошлым годом. Те же самые документы, это ВНЖ, перевод паспорта и так далее. То есть доход у нас не подтверждается, как это и было раньше, и список документов минимален. Условия приемов гражданства также минимальны, это нужно всего лишь быть гражданином соответствующей страны. То есть какие-либо дополнительные условия по регистрации, консульскому учету и так далее отсутствуют. Если у вас есть ВНЖ и вы являетесь гражданином Молдовы, Казахстана, либо Белоруссии, то все, что вам нужно, это подать документы на гражданство при наличии такого желания. В общем-то все. Как я и говорил, такой указ у нас ожидается, и вот он был опубликован и вступил в силу до Нового года. Следующий указ, который мы ожидаем касаться, должен граждан Украины, а также возможности подачи документов на гражданство по профессии. Если у вас остались какие-либо вопросы по этой теме, то вы можете задать их в комментариях к этому ролику. Также напоминаю про подписку на Телеграм-канал. Там у нас на 5000 участников предусмотрен розыгрыш. Сейчас у нас 4200 подписчиков, поэтому поднажмите, подписывайтесь, принимайте участие и следите за обновлениями. Все документы, которые были упомянуты в сегодняшнем ролике, есть в Телеграм-канале, они опубликованы в открытом доступе. Всем спасибо за просмотр. На связи с вами был я, Дмитрий. Всем пока и до скорых встреч. И еще увидимся.